В центре «Активный никель» одном из победителей конкурса соцпроектов Кольской ГМК состоялась выставка вооружения времен Великой Отечественной войны. Сотрудники военно-исторического клуба реконструкции боев за Полярный рубеж привезли в поселок макеты винтовок, карабинов, пулеметов и пистолетов. Подробности в материале Максима Попова и Бориса Савельева. Это не оружейная комната, но в этот день в помещение клуба социальных инициатив «Активный никель» на единицу площади приходилось два с половиной карабина. Макеты привезли из Мурманска участники военно-исторического клуба «За Полярный рубеж». Это уже не первый визит военных историков и поисковиков в «Нигель». В прошлом году они также выставлялись в рабочем поселке, и тогда этот проект вызвал неподдельный интерес у населения. Мужчин всегда привлекало оружие, то ли холодное, то ли огнестрельное. Но вы не поверите, в прошлом году тут женщины такое, вытворялись оружием с пулеметами, с ПТРами, с пистолетами. Наверное, даже интереснее было, чем мужчинам. Выставленные образцы вооружения и амуниции в основном относятся к началу Великой Отечественной войны. По ним можно судить, с чем наши войска обронялись и с каким оружием ходили в атаку. «Здесь представлено вооружение Красной армии, впоследствии Советской армии. И частично в единичном экземпляре представлено оружие противобойствующей стороны, в данном случае вермахта, в единичном экземпляре. Эти макеты используются нашим клубом для съемок маленьких короткометражных художественно-документальных фильмов. Также очень часто используются для всевозможных выставок». Особый интерес у посетителей выставки вызвал старенький патефон. Участники клуба его приобрели наличные средства в одном из антикварных магазинов. Позаботились и о раритетных пластинках, которые дополняют антураж выставки военно-патриотическими мелодиями. «Еще наркомат, не министерство, а наркомат еще, машиностроение. Пластинка где-то примерно, вот здесь стоит ГОС 45-го года. Это случайно в антикварных магазинах попалось. Достояние клуба эта пластинка. И это патефон тоже. Патефон единственное, что это среднего размера, меньше, чем стандартно. Они были трех размеров, был еще меньше. Ребята привозили патефон. И приходили педагоги из школы, не помню, с какой. Они спросили, играет? Да. Завели патефон, поставили пластинку. И народ так, а, рты открыл, стояли, смотрели, слушали. Как выяснилось, участники военно-патриотического клуба «За полярный рубеж» прекрасно разбираются не только в оружии военного времени, но и в обмундировании солдат и офицеров. Олег Переверзев, например, специально надел форму политрука Красной Армии, чтобы показать все знаки различия. Это форма младшего политрука рабочей христианской Красной Армии. Форма это примерно на 1939 год, 1939, 1940, 1941, то есть на финской компании и выше, скажем так, примерно. Почему? Объясняю. Здесь стоят знаки различия два кубика в петлицах. По идее, это равносильно званию лейтенанта. Но у офицеров на голунах, вот здесь был металлический металлизированный, желтый голун был по краю петлицы шел, у командного состава. И на рукавах, соответственно, у командного состава были тоже из золоченого голуна определенные галочки такие, так на рукавные знаки различия. Значит, политрук был ближе, считалось, что он ближе к рабочей христианскому классу, к трудовому народу. Соответственно, петлицы обычного рядового состава, единственное, что офицерские знаки различия стоят. И на рукавах, соответственно, знак политрука – это большие нарукавные звезды. Выставка военно-исторического клуба «За полярный рубеж» стала хорошей традицией для жителей Никеля. Тем более, что здесь, на Печенской земле, можно до сих пор найти реальные фрагменты вооружения и услышать эхо самой страшной войны в истории человечества.